Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 14 сентября 2020 года. Это небольшой ролик, и я хочу сделать в знак благодарности судебным приставам Чертановского районного суда. Вот удивляйтесь, но у меня будет именно благодарность работникам. Я в них не разбираюсь, в этой форме, в их званиях, не званиях. Вроде как бы это ФСПП, служба ФСПП. Начну с того, что несколько дней назад мне пришлось по делам своим побывать в Чертановском районном суде. Я шла с намерением, что, наверное, придется, может быть, меня будут принуждать к маске, может быть, меня будут принуждать проходить рамки. Но, тем не менее, когда я подошла к столику, где рамка стоит, и сказала, что я не буду проходить рамку, поставила сумку на столик. Они говорят, да, пожалуйста, не вопрос, мы вас пропустим. Прошла раз один заслон, мне открыли. Второй открыли, подошла к столу, сделали досмотр, ручной досмотр. Сумку мою посмотрели. Про маску у меня вообще слова никто не сказал. Вежливые молодые люди. И я спокойненько пошла. Ну, вот сказали, куда мне идти, в какую комнату, в какой кабинет. Я пошла в коридор, значит, пришла я пораньше. И стала ждать. Народ потихонечку собирался. Кто у кого, какие дела. Ну, суд есть суд. И одному человеку там стало плохо. У него случился приступ эпилепсии, по всей видимости. И надо сказать, что вот эти вот, может быть, другие, но вот в этот день служба приставов, они оказали ему помощь, они вызвали скорую помощь, и пока вот 17 минут ждали, пока приедет скорая помощь, они совершенно правильно оказывали помощь этому молодому человеку. Они положили его на бок, они ему там в рот, ручку завернутую, салфеткой чистой положили, чтобы он не задохнулся, чтобы он не задохнулся. Ну, знаете, что такое вот этот приступ? Это было всё страшно, конечно, и смотрите, первый раз в жизни это видела. Но я, в общем-то, выражаю благодарность вот в этот день этим работникам, молодым людям. Я не знаю, как остальные себя ведут, но здесь были человеческие люди. Я хочу сказать, что не на всех надо набрасываться, а надо всё-таки тоже различать. И когда мы требуем какие-то свои права, нам нужно тоже стараться не быть слишком агрессивными, а быть оправданными, скажем так, стоять на своей позиции оправданной своего права, человеческого достоинства. И те, которые люди, они откликаются, они ведут себя как люди или, по крайней мере, прислушиваются. То есть не надо на всех набрасываться, вот я к этому говорю. Потому что есть наши, есть не наши. Вот не наши, да, а давайте не будем наших затыкать, которые пригодятся, которые будут работать на народ и за народ, которые, может быть, не всё понимают, не во всём разобрались, но в трудной ситуации они ведут себя как люди. Вот я была свидетелем этому. Вот такой мой короткий ролик. А следующий мой ролик будет посвящён Чунгарскому бульвару, на котором находится этот районный суд. И поскольку я занимаюсь так называемой альтернативной историей, закопанными городами, допотопной Москвой, естественно, когда я шла, вот когда я шла к этому месту, к зданию, я увидела раскоп, шли строительные работы, я не могла ни остановиться, ни посмотреть. И я, конечно-таки, кое-что увидела, но это будет в следующем ролике. И плюс дополнительная информация по этому району Москвы. Там оказалось всё не так просто. Так что делитесь этим видео, подписывайтесь на мой канал, и следующее смотрите, будет интересно.